И это прекрасная возможность сегодня наполниться Божьим Словом. И, конечно, прежде всего хочу поблагодарить Бога за то, что имеем возможность сегодня собираться. И хочу поблагодарить Церковь, и каждого из вас прежде всего хочу засвидетельствовать о том, что Бог, Он верный. И я знаю, что каждый из вас принимал участие, кто-то молился, кто-то сеял, и Церковь выделила деньги на операцию нашей дочери. Поэтому хочу поблагодарить каждого из вас. И операция прошла успешно, слава Богу. И еще процесс восстановления, но мы знаем, что она восстановится, и мы верим, что Бог явит великое чудо в ее жизни. И возьмет ее как свой сосуд для того, чтобы распространять принципы Царства. Поэтому огромное спасибо еще раз каждому из вас. И хочу, чтобы мы начали с молитвы. Пусть Бог сегодня благословит, откроет наши сердца, чтобы мы сегодня приняли то, что Он хочет сегодня нам сказать. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Отче, что Ты, Господи, в этот день приготовил что-то особенное и важное от Тебя. И мы сегодня открываем свои сердца, свой разум, свой дух, чтобы слышать Тебя, чтобы Твое Слово, оно проникало внутрь нас, оно производило свое действие, чтобы оно меняло и преображало нас в Твой образ Христа, чтобы подкрепляло наши немощи, чтобы высвобождало свою силу и благодать для действия и прохождения в каждом дне. Спасибо. Благослови сегодняшнее Слово и говори сегодня к нам. И весь Божий народ сказал Аминь. Аминь. Еще раз рада приветствовать вас. И сегодня мы говорим о победе. И Бог высвободил Слово для этого года через нашего пастора и этот год, год Божьей победы. И еще пастор не озвучил, но я внутри просто знала, что этот год будет победой. И я понимаю, что Бог, Он подтверждает. Он говорит наши сердца. И если Он говорит не одному, а нескольким людям, то это так и будет. Поэтому мы не просто провозглашаем, но мы знаем, что так и будет. И Он будет продолжать подтверждать свою истину весь этот год. И этот месяц мы сегодня говорим о том, что Бог, Он побеждает через свою истину. И этот месяц мы говорим о познании Иисуса Христа. Победа через познание Иисуса. Я думаю, что для нас не ново то, что мы слышим в Слове. И знаете, я знаю, что в нашей жизни работает не просто информация, но в нашей жизни работает откровение. Вот то, что открывается тебе. Мы, может быть, много раз читали одно и то же место из Писания. И это была просто информация. Ну, история, которую мы прочитали. Но если мы углубимся в Слово и позволим Богу открыть, то тебе откроется то, что ты до этого читал и не видел. И вот так важно, чтобы в нашей жизни все больше и больше было откровений. По которым мы не просто услышим, но по которым мы будем жить, поступать и действовать. Потому что если я анализирую свою жизнь, я оглядываюсь назад. 20 лет я уже с Господом. И знаете, каждый день ты понимаешь, что Божья истина, Божье Слово, то откровение, которое Бог дает, оно помогает тебе в каждом дне жить. В каждом дне побеждать. И мы говорим о победе. И сегодня нам еще раз и еще раз Бог напоминает, что в каждом дне Он желает побеждать. В каждом нашем действии, в каждой нашей мысли, в каждом нашей поступке, Он, как наш победитель, Он желает восседать на пьедестале и торжествовать. Аминь, дорогие мои. Поэтому хочу сегодня начать со Слова Божьего, то понимание, откровение, которое Бог открыл мне. И я хочу, чтобы мы открыли Слово. Попрошу вывести. Я назвал вообще эту проповедь «Победоносная христианская жизнь». Победоносная христианская жизнь. Это, знаете, победа в каждом дне, в каждом вызове. Потому что каждый день есть вызов. Вы согласны со мной? Каждый день приходит куча мыслей, и ты можешь колебаться. Ты можешь сомневаться. Но как важно в каждом дне выстоять и победить. Победить свою плоть. Победить свой вызов. Победить какое-то обстоятельство. И нам нужна победа от Господа. Она уже есть. Итак, давайте обратимся к Слову. Это Откровение, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Ключевое слово «побеждающему». Это действие. Послушайте. «Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Побеждающему дам вкушать. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Каждый из нас, он желает дойти до конца. Каждый из нас, мы желаем дойти до того места, где Бог ожидает нас в своих объятиях. И он сегодня говорит, что побеждающему тот, кто в каждом дне побеждает себя. И поэтому сегодня я хочу, чтобы мы с вами проанализировали, чтобы мы еще раз утвердились в тех истинах, которые Бог говорит к нам. И знаете, еще есть очень такое место из Писания, которое дает возможность задуматься. Потому что бывает так, что мы можем годами ходить в церковь, годами ходить на домашнюю группу. И когда ты сталкиваешься с какой-то ситуацией, ты понимаешь, ну да, хожу, да, что-то происходит, но я что-то не туда иду. Поэтому Бог, Он желает, чтобы мы шли тем путем, который Он избрал для нас. И вот давайте прочитаем с вами Иоанна 14, глава 5-6 стих. Это произошло. Ученик Иисуса Христа, который был рядом, ходил вместе с Ним. И здесь Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь. И как можем знать путь? Иисус сказал ему, я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Представьте себе, ученик, который рядом ходил, и он не знал, куда идет Иисус. Видимо, он не знал и свой путь. И я еще раз обращаюсь к вам. Знаем ли мы путь? Не тот путь, который я себе так вижу, и мне так нравится, но мне так удобно. Или мы знаем тот путь, который Бог избрал для нас. И мы идем этим путем. Мы также можем знать, потому что каждый из нас может сказать, да, я уже столько лет в церкви, сколько уже откровений, столько всего сделал. Но идешь ли ты этим истинным путем, который именно Бог избрал для тебя и для меня? Знаете, что побудило меня еще об этом говорить? Я буквально недавно разговаривал, встретил одну сестру. Мы знаем, знаете, как она входила в церковь, знаю их историю, жизни. Она была зависима от наркотиков. И, знаете, Бог привел ее в том разбитом, разрушенном состоянии. И Бог, по великой своей милости, Он явил свое чудо в ее жизни. Он освободил ее от всякой зависимости. Он даровал ей семью, Он даровал ей сыновей. Вы знаете, прекрасный бизнес у нее. Она ездит на такой шикарной машине. Ну, так смотрите, видимо, так смотришь, успешный человек. И, знаете, когда я спросила ее, как твои дела? Куда ходите в церковь? Она говорит, ну, туда уже не ходим, в ту церковь. Перешли в другую, потому что я устала строить церковь. Пора уже строить свою жизнь. Пора устраивать свое действие, свое окружение, свою семью. Пора пожить для себя. И в этот момент мне стало так не по себе. Знаете, ну, может быть, я придираюсь, но я просто сама была зависима. Я сама знаю то состояние, когда ты желаешь освободиться от этого, а ты ничего не можешь сделать. Ты просыпаешься утром, ищешь очередную дозу наркотиков. Ты просыпаешься утром, ищешь, кого обмануть, где украсть, что сделать, чтобы поправить свое здоровье. Ты помнишь это. И когда ты пришел к Богу, и Бог просто сверхъестественно омыл тебя, очистил, освободил тебя от этой проблемы, дал тебе новую жизнь, восстановил все сферы, дал будущность, и ты сегодня, ну, что там, спасибо, конечно, Бог, но мне же для себя надо пожить. Я столько лет мучился, столько лет не имел, что люди имели. Теперь же надо для себя пожить. Теперь же надо устроить свою жизнь. Я же должен выглядеть хорошо. Я же через это прославлю Бога. В таком заблуждении. И ты понимаешь, ну, это, 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 ну, так не должно быть, так не есть. Бог не для этого отдал свою жизнь. Он не для этого освободил. Он не для этого победил всякий грех в нашей жизни. Бог желает, чтобы также еще другой наркоман, который сегодня сидит и не знает выхода, чтобы он услышал о Христе. Он желает сегодня, чтобы тот человек, который сегодня в разбитом состоянии, он услышал, что есть выход. Бог желает сегодня прийти в жизни других людей. Но как они услышат, если каждый христианин, получив свободу, получив все от Господа, начнет жить для себя. Ну, как, дорогой мой народ Божий, ну, как? И ты задаешься вопросом, знает ли человек такой истину? А мы только что прочитали. Иисус есть путь и истина и жизнь. Иисус! И если ты его принял, то ты принимаешь его путь, путь, по которому тебе идти. Да, нелегко. Да, каждый день есть вызовы. Да, каждый день есть соблазны. Да, каждый день ты принимаешь решение идти путем истинным или войти своим путем. каждый день, дорогие мои, каждый день, я думаю, вы подтвердите это и скажете, что каждый день есть вызов встать помолиться или пойти на работу быстрее, суета, дела, заботы, бизнес и так далее. Каждый день. Но Бог, искупив нас, отдал свою жизнь, Он желает, чтобы мы нашли этот путь и пошли этим путем и дошли, как мы начинали, что побеждающему, побеждающему дает войти в Царство Небесное, побеждающему Он дает войти в свое место, где Он приготовил для каждого из нас. Аминь, дорогие мои. Я хочу, чтобы мы с вами обратили Слово, где написано, что Бог дарует человеку, который побеждает. Побеждает в каждом дне. Итак, давайте обратимся к Слову. Итак, это у нас первое. Откровение, 2 глава, 26-27 стих. «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Итак, кто побеждает, побеждает в каждом дне, он имеет эту власть, знаете, я назвал эту проповедь «Победоносная христианская жизнь», то есть это жизнь в победе. И иногда, знаете, нас останавливает, что бы мне подумают. А как я буду выглядеть на своей работе, если я начну говорить о Христе? Ой, а что-то, что-то, как, что скажут обо мне? И так далее. Но, знаете, здесь мы читаем в этом месте из Писания, что побеждающим ему свой страх, какую-то неуверенность. Вера в Господа, победа в Господа дает тебе власть над всяким язычником. Язычник – это неверующий человек. Вот мы должны понимать ту власть, которую Бог нам даровал. Он сказал, ты победитель во Христе Иисусе. Не сам по себе, но во Христе Иисусе. И я даю тебе эту власть. И поэтому, когда вы понимаете, кто есть внутри вас, вы, как власть имеющий, вы живете. Вы не боитесь, что скажут не так, потому что вы веруете в Господа. Поэтому вы говорите людям, вы, как власть имеющий, заявляете. И, конечно же, вы не просто заявляете, потому что зачастую заявляют, но когда ты посмотришь на их образ жизни, хочется сказать, да нет, как-то так, лучше ты там себе живи, как ты живешь. Но я не хочу уйти за таким Богом. Но, имея власть, это не имеется в виду, что ты там господствуешь, но ты, в духовном мире, ты имеешь власть, чтобы повелевать, чтобы действовать по истине Божьей. Для чего, дорогие? Путь Божий, чтобы каждый язычник, он узнал о Христе. Поэтому не нужно бояться, как вы выглядите со стороны, не нужно бояться, что о вас подумают. Самое главное, что подумает о нас Христос, когда мы придем к Нему. Он скажет, будет радоваться твоим действиям или наоборот. Итак, следующее, побеждающему, побеждающему, второе, хочу обратить ваше внимание, Откровение 3, 5. Побеждающий обличется в белой одежде, и не сглажу имени его из книги жизни, и исповеду имя его пред Отцом Моим и пред ангелами его. Смотрите, Бог говорит, я облеку тебя в одежды, белые, и не сглажу имени из книги жизни. Когда мы в каждом не побеждаем, и мы Христа ставим на пьедестал своей жизни, и руководствуемся его истиной, Бог говорит, я тебя одеваю в своей белой одежде, потому что я уже смотрю через Христа, на тебя, и твое имя записано в книге жизни. То есть, мы должны понимать, мы должны сами себя, знаете, стимулировать, чтобы идти за Христом, потому что Бог столько всего дарует и обещает нам. Мы должны быть, как власть имеющие, понимать, что Бог, Он награждает своих детей, Он говорит, что, слушайте, я все сделаю в твоей жизни, только не то, что тебе нравится, то, что тебе хочется, но то, что я вижу, что тебе сегодня нужно. Поэтому, дорогие, второе, мы говорим о том, что Бог, Он одевает нас белой одежды и имена наши записаны в книге жизни. А вы знаете, что если ваше имя не будет записано в книгу жизни, вы не попадете на небеса. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Поэтому, следующее, третье, что Он еще дает побеждающему? То есть, тот, кто побеждает каждый день. Это Откровение 3.12 написано, побеждающего сделаю столбом в храме Бога моего. И Он уже не выйдет, и уже не выйдет вон. Послушайте, что такое столб? Это опора. И когда мы побеждаем каждом дне, когда мы идем за крестом, несмотря ни на что, мы как столб. Нас не надо мотивировать, нас не надо уговаривать служить Богу. Ты как столб, потому что Иисус есть твой путь истинной жизнь. Он тебя делает столбом, то есть, то, на кого можно облокотиться. То есть, ты ответственный человек, ты тот, который взял какую-то часть, и ты трудишься, чтобы прославить Господа Христа. Аминь, дорогие мои. Побеждающего, побеждающего. Следующее, мы находим вместо из Писания Откровение 3.21 Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле его. Представьте, Бог, Он говорит, побеждаешь ты сегодня? В каждом дне побеждаешь сатану? Побеждаешь свою плоть? Молодец! Будешь сидеть возле меня. Я ожидаю тебя! Уже не надо будет, как мы читаем в Новом Завете, мама приходила и упрашивала, ну, моих сыновей, пожалуйста, одного с левой стороны, а другого с правой посади. Нет! Не надо упрашивать. Бог сам, Он желает посадить каждого из нас возле себя. Но для этого нужно победить, побеждать в каждом дне. это Бог обещает каждому из нас. Следующее. Откровение 2.1. Имеющий ухо слышит, да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающий не потерпит вреда от второй смерти. Это вообще потрясающе. Слушайте, сегодня кто-то боится, что прилетит и его не будет живых. Но если мы имеем откровение о том, что что бы ни происходило, слушайте, мы не умрем. Наша духовная, наш Дух, Он придет к Отцу, Он ожидает. Поэтому ничего бояться, дорогие мои. Мы должны победить всякий страх смерти, потому что мы имеем понимание, куда мы идем, что бы с нами не происходило. Народ Божий, аллилуйя, слава Богу, поэтому нам нечего бояться, поэтому мы побеждаем всякие там навеяния, что-то, а что произойдет, а как? Слушайте, мы имеем понимание, если я сегодня побеждаю истинное Божие, я уверовал в всемогущего Бога, и Бог, Он дарует нам, то, что мы не умрем, не умрем, и мы будем жить вечно, даже если физического нашего тела не будет. Аминь, дорогие. Следующее. Побеждающего, это Откровение 21.7, побеждающий наследует все, дорогие, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вы слышите? если вы уверовали во всемогущего Бога, и вы в каждом вне побеждаете, вы наследники Божьи. Бог нам обещает, что мы наследуем все. Ну, знаете, иногда такие места из Писания провозглашают, я наследую все, большой дом, такую крутую машину, такой бизнес. Слушайте, у Бога другие ценности. Бог другого нам желает, но мы наследники самого Бога, поэтому побеждаем в каждом дне. Что бы сегодня дьявол не замысливал, как бы сегодня он подножки не ставил, нам нужно продолжать побеждать, идти за Богом, и мы увидим славу Божью, несмотря ни на что. Аминь. Итак, дорогие, вот такие обетования, такие обещания, которые Бог нам обещает в каждом дне. И, знаете, не хочу просто банально давать те пункты, которые помогут нам побеждать в каждом дне. Вы все знаете, что надо молиться. Вы все знаете, что надо читать Библию. Вы все знаете, что надо бодрствовать и так далее. Вы все это знаете. Банально, но важно. Но я хочу дать несколько советов, которые помогут нам побеждать. И эти советы написаны в Слове Божьем. И так хочу, чтобы мы обратились, как нам побеждать каждый день. Это Откровение, 12 глава, 11 стих. «Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Вот ответ для нас. Простой, но действенный ответ для нас. Как нам побеждать в каждом дне? В каждом дне. Итак, первое, мы здесь считаем, что мы победили его кровью Агнцев. Сегодня мы побеждаем врага кровью Агнца. Как это? Наверное, думаю, каждый из вас, выходя из дома, молится, Господи, пусть кровь святая защитит и убережет, чтобы никакая ракета не прилетела. Когда вы выезжаете с дома на машине, вы также молитесь и молите о том, чтобы Господь защитил кровь Христа. Так делал израильский народ, да? Вот. Косяки мазал кровью святой, да? Беда, проходи мимо. И слушайте, кровь Христа это цена, которая заплачена. И кровью Христа мы побеждаем сегодня в каждом дне. Знаете, всегда будут те, которые будут сеять сомнения. Всегда будут те, которые будут подставлять подножки. И никуда не делась, знаете, сила нечистая, которая желает, чтобы каждый из нас он споткнулся и отошел. Усомнился где-то, разочаровался где-то и так далее. Но мы побеждаем кровью Христа. Кровь Христа, которая омыла и очистила меня, также кровью Христа мы сегодня позволяем Богу очищаться. Мы приходим к Богу и мы склоняем свои колени и говорим, Господь, сегодня я косячил. Я в мыслях то-то-то. Я здесь неправильно сделал. Господи, прости меня. И омой и очисть меня своей и святой крови. Кровь Христа, которая омывает и очищает нас, она омывает всякое согрешение, которое мы, к сожалению, совершаем каждый день, воплоти ходим, но это дает победу. Через эти действия дает победу каждый день. Ты не просто соглашаешься, ну вот произошло, но ты действуешь, ты побеждаешь кровью Христа. кровь Христа очисти омой меня, кровь Христа Боже, защити меня, кровь Христа сегодня, что бы ни говорили, кровь Христа защити, защити меня от всяких нападков. Аминь. Это действие для нас, это тот инструмент победы, который нам будет помогать, дорогие, в каждом вне. Следующее, мы здесь находим, в этом месте есть Писание, инструмент для нашей победы. И здесь мы читаем, мы побеждаем через свидетельство, то, что Бог сделал нашей жизни. Слушайте, вот это такой действенный инструмент. Знаете, когда ты понимаешь, что где-то твоя вера уже, ну какая-то, такая что-то и на веру уже не похоже, тут сомнения, тут какие-то колебания внутренние. Слушайте, идите в хоспитал, где умирают от рака, или вот к военным, да, когда ты заходишь туда, видишь, молодые ребята без рук, без ног, тебя просто накрывает, тебя просто накрывает. Иди туда, где сегодня люди в такой безвыходной ситуации, когда вынуждены были бежать, без ничего, убежали, еле спасли себя, без крова, без ничего остались. Иди и свидетельствуй, что Бог Иисус, Он есть выход. Свидетельствуй, что Бог сделал твоей жизни. Знаете, про истечение годов, которые мы уже с Господом, там, год, два, три, ты понимаешь, а ты уже подзабыл, откуда тебя Бог вытащил. И, знаете, всегда так говорится, ну, тебе хорошо, ты был зависимый, как бы Бог тебя от такого освободил, то тебе есть, что свидетельствовать. Послушайте, я думаю, и пастор наш всегда об этом говорит, что каждый, если он действительно по-настоящему понимает, от чего Бог его освободил, вытащил, что Бог сделал, я думаю, нам есть о чем свидетельствовать. Поэтому мы сегодня побеждаем свидетельством. Слово свидетельство. Поэтому свидетельствуйте. И через свидетельство вы будете побеждать. Всякие сомнения, себя будете прежде всего побеждать. Вот это колебание. Ты себя действительно будешь ощущать верующим. Я на нашу благословенную сестру смотрю, на Ксюшу, думаю, как она? Я у нее учусь, думаю, ну, вот у нас стоят. А что ей делать? Слушайте, одна болельщика, вторая, что ей делать? Смотрю, она улыбается, служит, бежит за Богом, радуется жизни. А она постоянно, она выходит к этим ребятам в туберкулезном диспансере, говорит, да вы же не знаете, какая я была из зависимой проблемы. Думаю, как она вообще это делает? С кучей диагнозов, которые, знаете, как у нас ставят один за другим, она побеждает, побеждает свидетельством. Бог живой, Он реальный. Если Он это совершает в моей жизни, Он обязательно совершит в вашей жизни. Она побеждает и тем самым утверждает победу Господа в ее жизни. Аминь. победа Господа, мы побеждаем через свидетельство, что Бог сделал, поэтому нам надо воспрять, нам перестать нужно циклиться, что у нас сегодня есть. Обернитесь назад, что мы проходили и от чего Бог освободил, а сколько мы всего не знаем, сколько мы не знаем, от чего Бог нас спас, мы даже не догадываемся. Поэтому, дорогие, побеждаем свидетельством, словом свидетельства. И третье, мы побеждаем тем, что полностью отдаем свою душу. Это вызов, дорогие мои. Что такое душа? Это наши чувства, это наши эмоции, это наша воля, это наше принятое решение. Он написан отдай душу, отдай. Ну как же, это больно, не трогайте меня, это меня напрягает, это мне тяжело. Он говорит, отдай, отдай, но тебе не принадлежит, отдай, доверься Богу, победи эти чувствования, победи вот эту хрупкость, победи силой Господа, Бог уже победил и дал нам победу на кресте Иисусе. Он сказал, я путь истина и жизнь, идти за мной, доверься мне, не руководствуйся чувствованием. Чувство это, скажу сейчас, моя любимая, я когда АБЦ вела, ну и в репцентре уже, я говорю, душа это проститутка. Ну, почему? Потому что она вот такая продажная. И знаете, мне всегда помогает этот пример стакана воды. Вот знаете, если это сосуд наш, ну здесь такая беленькая чистая вода, но я думаю, она тут так грязненько, особенно, когда мы пришли, ну и всякие информации сейчас, чем мы себя наполняем, она такая грязненькая. Но если лить в этот сосуд чистую воду, это слово, истина, наполнять себя чистотой Божьей, общаться с теми, которые будут, наоборот, твою веру подкреплять, эта водичка, она потихонечку будет светлеть и становиться светлой. Поэтому, дорогие, наполняйте себя Богом, наполняйте себя тем, что будет давать вам силы побеждать в каждом дне. Сила у нашего Господа. Сила у нашего Господа. И в каждом дне нам нужно побеждать. Итак, давайте вернемся к тому месту из Писания, с которого мы начали. Пожалуйста, на экран место из Писания. Откровение 2,7. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям, церквям. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которая посреди рая Божия. Имеющий ухо дослышит, что Дух говорит церквям. Не случайно говорится, что суду начаться с Дома Божьего. Знаете, как написано? Лучше бы ты меня не познал. А когда познал, то будет спрос. Бог спросит с каждого из нас. Ты познал истину. И в этой истине нужно возрастать. И Он желает, чтобы мы в каждом дне побеждали. Побеждающему, дорогие мои, побеждающему дам вкушать одрево жизни, которое посреди рая Божьего, побеждающего. Побеждающего. Поэтому хочу, чтобы мы побеждали в каждом дне. Давайте склоним свои сердца и будем молиться о том, если сегодня есть какие-то сомнения, если сегодня вы где-то остановились, если сегодня что-то заняло важнее Бога вашей жизни. И сегодня, смотря на себя, ты понимаешь, ну, Бог что-то не побеждает, хотя Он победитель. Господи, просто помилуй и научи меня в каждом дне побеждать. Побеждая кровью Агнесса, побеждая словом свидетельства, побеждая. Аллилуйя, дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя, что ты сегодня говоришь нам, каждому, говоришь церкви твоей, побеждающему дам сесть. Ты говоришь каждому из нас, чтобы мы побеждали в каждом дне, в своих мыслях, в своих действиях. Мы побеждали свою плоть, мы побеждали наше хождение с Богом, чтобы мы понимали, куда мы идем, что мы делаем, и мы прямо сейчас отдаем свою душу Тебе, Господь. Потому что она нам не принадлежит, это Твоя душа, она искуплена Тобой, искуплена Твоей драгоценной кровью. Господи, просто помоги нам, Господь, не фокусироваться на себе, но всецело отдаться Тебе и жить победоносной христианской жизни, это то, что Ты, Господь, избрал для каждого из нас. Благодарим Тебя. И весь Божий народ сказал Аминь. Победоносная христианская жизнь, победоносная жизнь в победе. Аминь. Слава Богу. Спасибо, пастор Света.